скорбный список погибших военнослужащих участвующих специальной военной операции на украине растет растет и у нас в республике я приветствую вас на канале пруф в рф это рамир ахматов с итогами недели в силу короткой рабочей недели выпуск мы сегодня комбинируем с обзором оперативного совещания в правительстве республики она состоялась не в понедельник традиционно в среду где ради хабиров продолжил свой парамилитаристский курс он упомянул о похоронах одного из погибших военнослужащих отправки гуманитарной конвоя на донбасс и первой смене курсантов парка патриот уже в июне этого года особо подчеркнул значимости связь лднр для нашей республики напомнила генераля шеймуратове вот название населенного пункта где он погиб назвал неправильно кстати поездка на похорон зенчуринский район совпало с визитом на место строительства к видного госпиталя в сибае мы строили и продолжаем строить вот этот четвертый инфекционный госпиталь нашей республики здесь мы строим в сибае вот он здесь немножко друговой цветовой такой подготовки так точно такой же напичканный тяжелой техникой здесь будет установлен кт это второй кт сибаи он очень нужен бог сибаицы просили поэтому вот такое где-то надеемся числах десятых апреля этот госпиталь примет первых больных случае когда пройдет коронавирус это будет хорошая многопрофильная технически напичканная очень крепкая хорошая больница 10 батя работаем дальше пример андрей назаров рассказывал о сроках открытия новых инфекционных больниц в тульмазах и сибаи ради хабиров тут же заметил что напрашивается еще один на северо-востоке региона но мол мы еще посмотрим а там решим но во первых пандемию связи с известными событиями вообще пропала из повестки дня во вторых по докладам забелина заболеваемость идет на спад зачем нам еще одна времянка стройте нормальное капитальное строение или вы снова хотите отдать миллиард без торгов прошлый понедельник пример андрей назаров обещал к этой неделе подготовить список мер по нейтрализации последствий санкционного режима для экономики республики но не случилось пример отметил что нужно дождаться мер на федеральном уровне а лишь затем принимать свои антикризисный штаб еще будет собираться а вот предложение будут озвучены недельки через две по нашей же информации из того же татарстана там уже предпринимают меры например ограничивают закупки в государственных учреждениях и органов у нас же внесенный главой республики за так она проект об изменении в бюджет республики на текущий год не учитывает начало спецоперации фактическую санкционную войну западом и это не просто мои слова слова спикера круто республики константина толкачева зато в этом же законопроекте прописано увеличение зарплаты государственных и муниципальных служащих нашей республики я вот только знаю что то есть точнее не знаю как они уже выплатили надбавки чиновникам если пока изменения в бюджет не приняты на уровне закона а ситуации с туристами из башкирии за рубежом отчитался оперативный штаб с пафосным названием своих не бросаем в которой входят урал кельсенбаев маргарита болочева и ренат водкулин вроде бы как они ситуацию держат на контроле уже привычно коротко читал салон морзаев что чп на объектах инфраструктуру и жкх не случилось лишь небольшая авария с холодной водой в миккинском районе вот тут мы начали ловить себя на мысли что лан викторович может лить в уши главы республики любую информацию чушь только по нашим сведениям аварии и отключение воды были в 17 домах в городе уфе а также хронические отключения происходят в поселке нижегородка уфимского района кстати летом там си тут ситуация будет только усугубляться дорожник и же опять повезло снег еще не сошел поэтому было просто докладываться о течение ямочного ремонта но вот самым важным докладами вопросом мы сошли выступление вице-премьера и министра сельского хозяйства и шатов азрахманова уходе подготовки посевной он очень старался быть нейтральным внушать уверенности бодрость но тут все далеко не так позитивно мы уже потеряли значительную часть озимых культур пересев составил около 20 процентов башкирия нуждается в 2 есть 85 тысячах тонн семян для посевной си с повышением ключевой ставки резко возросли и кредиты для аграриев еще и много-много другого но есть ведь и системные проблемы можно сколько угодно говорить про то что россия главный экспортер зерна но от семенного фонда мы сильно зависим от запада сельхозяйственную технику я вообще молчу росельмаш как название у нас давно забыто ради хамиров подчеркнул что меры поддержки аграриям останутся прежними и даже подрастут но они все равно явно не сопоставимы с потерями тут от действий руководства республики зависит очень много на шею ильшатов из рахманова надо садиться и не слазить очень плотно в конце прошлой недели я писал как один из представителей партии жуликов воров никто владислав резник внес законопроект который позволяет освобождать лиц внесенных под санкции от публикации декларации об имуществе и доходах приведу комментарии депутата государственной думы россии от нашей республики коммуниста александра ющенко понимаю почему господина резники единая россия на самом деле хотят принять такой закон и санкции тут вовсе ни при чем где связь между противодействием коррупции открытости имущества доходов депутатов и чиновников возможности общественного контроля и санкции во вторых именно такие как резники от партии власти своим вводом qr кодов допустили массовую утечку персональных данных россиян в итоге им сейчас угрожают украинских номеров так что не резником теперь переживать за персональные данные в третьих в режиме санкций находится вся страна каждый гражданин россии ощущает их на себе почему резник хочет особых условий только для себя представители единой россии на мои звонки и запросы об отношении к данному законопроекту предпочли пока не отвечать я имею ввиду депутатов от нашей республики но они должны понимать что принятие такого закона станет настоящим национальным предательством по отношению к населению страны которые не в меньшей степени страдают от санкций кстати санкции я уже ощутил прямо на себе когда не смог расплатиться телефоном в магазинах и заправках через paypal это также спровоцировала инцидент с выгнанными подростками из автобуса баш автотранс тут такой шанс для наших айтишников из того же сколково написать аналогичную программу и сделать прямое скачивание например для системы android в сибае сорвалась закупка для администрации города автомобилей премиального класса toyota land cruiser 300 закупка не состоялась здесь тем что не подано ни одной заявки на участие в закупке протокол комиссии опубликован на сайте госзакупок комиссия во главе с председателем мужика х сибая ильгизой яикбаевы вынуждена была признать торги несостоявшимися выяснилось что в реальности автомобиль предназначался для нужд мэрии сибая конкретно для господина авзалова не исключено что автомобиль просто не успели купить по старой цене а новая закупка будет объявлена в ближайшее время дозвониться до мэрии сибая нам не удалось если такая закупка все же состоится то это также можно считать актом предательства по отношению к собственным горожанам на неделе также случился переполох с прекращением работы сетей kfc макдональдс сначала даже заговорили о национализации компаний уходящих из россии на что последовали угрозы из сша четверг уже официально высказалось руководство страны эксперты и сам владимир путин их суждения мне показались более взвешенными вот не нужно уподобляться западу идти на прямой грабеж многие компании только приостанавливают деятельность и готовы платить персоналу за простой а вот внешнего управления они полная национализация компаний которые этого не делают и ломают цепочки выглядит наверное более разумно хоккейный клуб салат юлаев даже без беглецов легионеров смог пробиться во второй круг play of kahl одержав победу в серии сибири со счетом 4-1 клуб вышел на челябинский трактор и есть обоснованная надежда на достойный результат в чемпионате болеем за наших а вот футболом у нас не ахти на грани вылета 16 очками находится футбольный клуб уфа после обещания главы республики быстро решить вопрос поиском спонсора для клуба мы постоянно держим руку на пульсе так как есть информация что реального спонсора нет а есть финансирование республики и из республиканских фондов на наши запросы получили следующие ответы администрация главы отвечает что это прерогатива минспорта минспорт отвечает что спонсор найден но пожелал остаться не названным фонд социальных целевых программ республики ответил что не финансирует fk а вот региональный фонд rb не отвечает да или нет а говорит что не обязан нам отвечать по запросам то есть косвенно подтверждают или не исключает того что спонсирует fk уфа напоминаю вам что крик фонд башкирии на сто процентов принадлежит республике аккумулирует средства от участия рб в крупнейших предприятиях например бск и башнефть если к фонд сейчас действительно финансирует клуб то это уже личный провал обещаний ради фаритовича завершение коснемся того с чего начали в кушнаренковский училинский мелиузовский районы пришли скорбные вести о гибели военнослужащих участвующих в операции на украине это чьи-то сыновья отцы и мужья приносим соболезнования их близким это наши солдаты и сограждане они выполняют приказы и хочу это сказать тем кто готов проклинать их но военная стезя также была их выбором они знали на что шли это уже я хочу сказать тем кто готов впадать в истерики остается лишь надеяться что таких вестей будет меньше и с этим пожеланиями прощаюсь с вами до следующей недели подписывайтесь на наш канал комментируйте испорьте до свидания